Тема продолжим с Эльгюном Сафаровым, доктором философии по праву, экспертом по международному праву. Он у нас на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльгюль Мялим, ну вот как вы считаете, какое значение выдача карт минных полей играет как для Азербайджана, так же и для Армении? Как уже выделили, многие международные организации и, так скажем, различные страны выделили положительный элемент сотрудничества между Азербайджаном и Арменией, и строительства стабильности в регионе, то есть мирного сосуществования в странах между странами Армении и Азербайджана. Но, само собой, очень важно сейчас в данный момент оценить ситуацию, потому что, да, у нас есть 97 тысяч, карта на 97 тысяч мин в Агдаме, еще есть, само собой, другие районы, которые мы не информированы, где находятся заминированные. Если только в одном районе 97 тысяч мин, то представьте, что в других районах представляется в этом контексте, и сколько времени и финансовых затрат будет у Азербайджана, чтобы освободить территорию этих от мин. Само собой, это не работа одного или двух месяцев, и, само собой, это не работа, которая запрягается какими-то финансовыми, легкими финансовыми расходами. Если считать международным стандартом нахождение и демилитаризация, то есть уничтожение мины на месте, например, на 100 тысяч 300 долларов по международным стандартам, то представьте, если на данный момент 100 тысяч мин, и как эта ситуация будет продолжаться. Да, это положительный элемент между Азербайджаном и Арменией, но мы еще очень долго будем идти к тому, чтобы полностью построить мир стабильности в регионе. А в целом вот эти карты, насколько ускоряют процесс разминирования, как по-вашему? Само собой, военные эксперты уже международного и национального уровня выделяли. Мы знаем, что из Турции, из Великобритании и других стран уже нам на помощь приехали эксперты международного уровня и помогают в разминировании этих территорий. И в Азербайджане решением президента государства, президента Ильхама Алиева, было принято несколько решений по строительству, совершенствованию структуры и структурных изменений центральной организации по разминированию. Да, это есть. У нас уже есть публичное агентство, которое работает в этом системе, международные эксперты. Эти карты, само собой, помогут для того, чтобы быстрее освободить Агдам в этом контексте, разминировать всю территорию. Но, само собой, большое значение имеет. Но если оценивать реальность, тем надо посмотреть, что каждая мина, каждый контент, если Агдам 97 тысяч, надо представить, что сколько квадратных метров. То есть, представьте, на каждый гектар примерно несколько мин попадает, если так оценить. То само собой, это тяжелое состояние, и очень реально необходимы эти карты для того, чтобы освобождение, чтобы быстрее этот процесс продвинуть. Но, в любом случае, даже после того, как получим эти карты, после того, как будут проведены все разминирования, все эти, вся эта работа будет проведена. Для того, чтобы полностью сказать, что были освобождены от мин, необходимо уже многократный формат проверки в этом контексте. То, что на данный момент, например, несмотря на то, что уже во Вьетнаме более 30 лет, то есть 50 лет военный вооруженный конфликт закончил, сегодня даже во Вьетнаме, 20 лет в Ираке, 20 лет назад в Ираке, сегодня даже там взрываются эти мин. Поэтому это очень сложный вопрос, и Азербайджан здесь страна, которая на данный момент освобождает свою территорию уже от мин. То есть это Азербайджан все равно будет выделять деньги, это постоянно, ежегодно на эти разминирования. Азербайджан будет постоянно вести эту политику, вести технологическое совершенствование в этой сфере, работу не только финансовую, но и людские ресурсы, которые будут затронуть, само собой риск для лиц, которые будут заниматься этим разминированием. Очень крупный, поэтому эта работа будет продолжаться долгие годы, но само собой это можно сказать, что первый ход для строительства в регионе мира, который господин президент уже после конфликта 44-дневного конфликта сам предложил эту компанию, сам инициативу поднял, господин президент Азербайджана Иргамалиев, и он представил, что необходимо идти в будущее, необходимо закрыть конфликт, необходимо уже начать с нового листа, то есть для развития в регионе компонента на Южном Кавказе, как и Азербайджана, так и Армении. Поэтому вопрос шел и о строительстве стратегической дороги, строительстве системы международной экономической связи, об открытии экономических связей. И господин президент Иргамалиев эту систему, эту стратегию уже предложил. И вот на данный момент, правда и в Армении, само собой, это было принято в данный момент для предвыборной кампании. Нельзя сказать, что сегодня в Армении это решение было принято Николом Пашиняном, может быть, частично для интересов 15 граждан Армении, но и само собой для предвыборной кампании. То есть здесь есть двоякое мнение, как может человек, который нажимал кнопку на бомбардировку мирных граждан в Гяндже, Ахджебедзе, Ахдаме и Барде. Сегодня говорят, что он ведет какую-то гуманитарную, какую-то понимает своих граждан. То есть есть такой компонент, в чем вопрос очень актуален. И само собой здесь уже сторона Армении, то есть правительство Армении, данное правительство Армении, Никола Пашиняна, ведет само собой заинтересованную политику, чтобы в обществе самому пройти через эту процедуру и опять вернуться к власти и стать уже выборным представителем Армении. Ну вот это, как говорится, Армения передала Баку только малую же часть карт минных полей. И вот с этой точки зрения, как вы думаете, международному сообществу, наверное, следует и впредь оказывать содействие, диалогу, чтобы в дальнейшем привело к более позитивным вопросам? Как мы видим уже в этом контексте и Соединенные Штаты Америки, и Грузии, и Россия, все стороны пытаются, чтобы этот конфликт уже был закрыт. То есть в этом контексте, я думаю, что правительство Армении должно задуматься о своем населении, о своих гражданах, которые в данный момент, и солдатах, которые в данный момент находятся под риском. Потому что они уже, мы видели диверсионные группы, которые переходили границу Азербайджана, само собой они были выловлены. Мы видели задержанных лиц, которые пытались не только предстоящую одновременно уже зафиксированы факты минирования, новое минирование. То есть в этом году уже, после конца конфликта в этом контексте. И двоякое состояние данного момента. Но в любом случае Азербайджан ведет свою целенаправленную политику сотрудничества для того, чтобы строить мир в регионе. И Азербайджан здесь ведет роль, лидирующая позиции и в экономической, и политической, и во всех сферах. И поэтому сегодня эту политику, эту роль, и это направление, и действия даже, которые приняты в Армении, и правительством Армении проводится политика Азербайджана. Потому что другого направления невозможно. Само собой Азербайджан никогда не говорил, что мы не выдадим кого-либо. Азербайджан ведет политику для мирного существования. Даже Азербайджан, представляя экономические возможности для Армении сегодня, в этом направлении ведет к мирному существованию путем экономического сотрудничества в этом контексте. Поэтому разносферное направление для сотрудничества международных отношений. Но в любом контексте мне бы хотелось выделить, что необходимо заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы строить уже будущее состояние, будущее этого региона. В этом контексте то, что уже господин президент несколько раз выделял и в трехсторонних встречах одновременно, но и одновременно и двусторонних встречах уже в этом направлении. Я думаю, что министры иностранных дел, которые в этом контексте работают, Азербайджан, я не думаю, что новые представители, которые будут назначены, то есть заместители министра, министры армянского министерства международных отношений, то есть в этом контексте будут влиять, должны влиять в этом контексте для того, чтобы этот конфликт уже полностью исчерпал себя в этом контексте. Потому что военная составляющая исчерпала, необходимо только мирное соглашение, которое закрепит эти отношения. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, мы говорили с Ильгином Сафаровым, доктором философии по праву, экспертом по международному праву.